За сутки выявлено еще 115 больных ковид-19. Праздник любви к ближнему на расстоянии. Жители Молдовы готовятся отметить Святое Воскресение в узком кругу. Власти объяснили, кто сможет отведать освященные дары, а кто нет. ВОЗ или не ВОЗ? Вот в чем вопрос. То, что делала ВОЗ и когда эти шаги были предприняты, хорошо известно. Число заразившихся ковид-19 в мире перешагнуло отметку в 2 миллиона. Дональд Трамп считает, что это провал Всемирной организации здравоохранения. Глава российского МИДа не согласен. Итак, психологическая отметка в 2000 все ближе. За сутки в Молдове выявили еще 115 больных коронавирусом. Таким образом, число лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 1914. За сутки изменилась география распространения коронавируса. Если раньше наибольшее число больных приходилось на столицу, то сегодня больше всего случаев выявлено в Левобережье. В остальных районах менее пяти зараженных. Глава Минздрава сообщила также, что пациенты, у которых диагноз COVID-19 был поставлен врачами по телефону и которые лечатся на дому, тоже сдадут тесты, чтобы проверить, насколько эффективна дистанционная диагностика. На этапе respective, из-за потенциала existente, эти 135 случаев, которые были диагностированы в базе критерий клинических эпидемиологических, будут быть запрещены в процедуры для тестирования в лабораторе. Есть потенциалы, есть возможности. Чтобы протестировать как можно больше людей к процессу, помимо двух действующих лабораторий в Кишиневе и Бельцах, запустят еще три – Кагули и Столицы. Данные Минздрава демонстрируют, что число излечившихся вот-вот достигнет 10%. Сейчас их 171. За сутки были выписаны 37 пациентов. В то же время растет и число тех, кто проиграл битву с коронавирусом. За последние 24 часа скончались 6 человек. Таким образом, число умерших достигло 44. Выпускных экзаменов в 4-х и 9-х классах не будет. Глава Минобразования Игорь Шаров намерен предложить комиссии по чрезвычайным ситуациям отменить тесты для перехода на гимназическую и лицейскую ступени. Что делать с бакалавром, решат позже, в зависимости от того, когда детям разрешат выйти на занятия. По словам Игоря Шарова, в министерстве, которое он возглавляет, оценили риски и пришли к мнению, что организовывать экзамены для перехода в 5-й и 10-й классы в нынешней ситуации – не лучший выход. Детям можно выставить среднюю оценку по итогам года и выдать соответствующие сертификаты. А вот у выпускников лицеев велик шанс создавать экзамены на степень бакалавра в середине лета. В министерстве обещают определиться с датой ближе к концу мая, когда более-менее прояснится картина с распространением коронавируса. По словам министра, дистанционным обучением охвачено подавляющее большинство учащихся, а министерство выделит 20 миллионов леев на обеспечение преподавателей необходимым для этого оборудованием. О всех массовых мероприятиях на ближайшие пару месяцев придется забыть, даже если режим чрезвычайного положения отменят. Соответственно, и Пасху, и Первомай, и День Победы, и Всемирный День Детей отмечать придется скромно в узком семейном кругу. Об этом сообщил президент Игорь Дадон в рамках одной из телепрограмм. Решение касается всех весенних праздников, которые у нас обычно справляют под открытым небом. День Победы, Семирный День Победы, Президент подчеркнул, это массовые мероприятия отменяются, но нетрадиционная поддержка ветеранов. Они получат всю необходимую помощь и обязательно примут участие в праздниках, когда страна преодолеет кризис. В этом году на 9 мая планировалось провести марш единства, принять участие в котором приглашались все политические силы страны, неправительственные организации и, конечно, граждане. Итак, светлое Христово воскресенье горожане встретят в квартирах. Церковные службы пройдут без прихожан. А вот осветить пасхальные дары в селах разрешат. Там есть возможность соблюсти дистанцию. Люди могут вынести продукты к воротам. Тем, кто надеялся сбежать из города в деревню, чтобы отметить праздник там, полиция не советует этого делать. В первую очередь подумайте о том, что вы можете быть потенциальным переносчиком заразы и превратить праздник для самых близких в трагедию. И о штрафах тоже подумайте. Субтитры создавал DimaTorzok Глава МВД Павел Войко уточнил и процедуру распространения благодатного огня. Встречать его незачем. Прямо из аэропорта его раздадут епископам, которые распространят по всем храмам и своим епархиям. Прихожанам не позволят присутствовать на службах даже во дворах церквей. В этот раз не вы придете в Дом Божий, а его служители придут к вашим домам. Прямо сфинцируя меринделор не будет происходить в бисеричи или в курсе бисерчевых. В саде, в локалии, в орешели, где это возможно возможно. Церквей будут скотать мериндели, козонако, на портах, и преотии будут проходить при страде и будут сфинци эти меринди. Для горожан решение найдено. Пасхальные куличи, которые будут продаваться во всех супермаркетах, осветит лично митрополит Владимир. Продукты власти призывают покупать только в авторизованных местах и, отправляясь за покупками, обязательно надевать маски и перчатки. И пользоваться дезинфекторами, которые в обязательном порядке должны присутствовать в торговом зале. Продукты в магазине специализации. На время действия режима ЧП, власти позволили местным производителям торговать сладков и только с разрешением выданным плитурой на руках. Места для такой торговли были установлены городскими властями. До святой воскресной ночи остались считанные дни. И несмотря на отсутствие возможности пойти в церковь и побыть в кругу родных, люди все же готовятся, пусть и скромно, но встретить великий праздник. Эта Пасха станет праздником любви к ближнему на расстоянии, говорят верующие. Дома с семьей. Даже, к сожалению, священника нельзя вызвать или сходить в церковь. А так святую воду имеем, состворим молитву и посвятим Пасху. Дома только с семьей. В одиночестве. Боюсь, боюсь, чтобы не заразиться. Боюсь, мама отдельно, дочка отдельно, я отдельно. Уже в следующем году все обряды будут. Аказа, как будто бы спать, что бицерика и опроте, я гадусь к бицерике. Аказа. У нас есть магазин. Семпрыг? Да. Семпрыгаем, что-то, пыльно, пасху, пасху. Сорбатарь и все-то, луна, аказа. На бицерике? На бицерике не имеем, что-то сфастим. Не надо, только есть virus. И ставим аказа. Несомненно, эта Пасха будет очень необычной. И многие печалятся из-за того, что не увидят за столом родные лица. Это традиция, когда мы собираем в семье, с родными, с родными, но этот раз мы с этой ситуацией, и поэтому мы вместе с тобой, с ним, безумно. Нужно ничего, нам нужно идти на это, нам нужно быть optimисты и позитивы. Мы родные, мы приходим на родные, но мы не приходим, мы не приходим на родные. Мы не приходим на это, мы не приходим на лаве. В этом году Пасху православный мир будет отмечать в воскресенье 19 апреля. А Радоница будет перенесена на 6-8 июня. Подарки ветеранам и их семьям уже подготовил Союз офицеров. До начала святых праздников продуктовые пакеты доставят всем, кто терял здоровье на полях сражений. В продуктовых пакетах все, что должно быть на праздничном столе – мясо, бокалейные товары, масло, фрукты, консервы, сладости. Проводится благотворительная акция благодаря поддержке главнокомандующего национальными вооруженными силами, президента Игоря Дадона и одной из торговых сетей. Но на этом члены ветеранских союзов не остановятся. Компания будет проведена и в преддверии других праздников, а подарки готовятся в том числе семьям павших. Распределением пасхальных подарков в ближайшие два дня займутся главы территориальных организаций под эгидой МВД. 1218 административных протоколов и штрафов на 26 миллионов леев выписали стражи правопорядка гражданам-непоседам и тем предпринимателям, что нарушили предписанные меры. Глава МВД подчеркнул, кто думает, что проскочит, пусть подумает и о том, что ежедневно за соблюдением карантинных мер следят 9 тысяч человек. Большую часть штрафов выплатили жители Сорок. Как отметил глава МВД, местные жители не сразу проникли с тяжестью ситуации и, вопреки ограничениям, пытались жить обычной жизнью. Ам авот казари când а intervenит și полиция în forță, ам instalат și un регим mai dur în această localitate pentru a redresа ситуация. Дару, даторития, репет, colaborария foarte бунта cu administratия publicо-locал, В то же время глава МВД призвал население соблюдать рекомендации власти и покидать дома только при острой необходимости. Тем, кто возвращается из-за рубежа, настоятельно не рекомендуется скрывать какую-либо информацию. О состоянии здоровья, о стране, из которой прибыли, о контактах с зараженными. И, конечно, не воспринимать режим изоляции как нечто, чем можно пренебречь. Павел Буику. В рамках телепередачи Игорь Дадон сообщил, что переговоры с Российской Федерацией по предоставлению нашей стране займа были завершены. Кредит выдается на 10 лет под 2% годовых. Другой источник поддержки бюджета – кредит от Международного валютного фонда, разработавшего программу поддержки многих стран. Советы директоров МВФ будут решать вопрос на заседании 17 апреля. И если финансирование одобрят, деньги в скором времени окажутся на счетах страны. Другой источник – деньги от Евросоюза, обещанный по соглашению, подписанным. Еще три года назад. А треяя сурса, которая может быть, это деньги от Европы. Деяне Европы, мы сейчас можем получить деньги в бюджет, 30 миллионов. 10 миллионов – границ и 20 миллионов – кредит. Первый транш, предусмотренный этой программой, не успел получить Кабмин Павла Филиппа. Его перечислили позже правительству Санду. Для получения второго транша Молдова должна была выполнить 8 условий. В том числе принять закон о борьбе с отмыванием денег, расследование банковских хищений, одобрение в окончательном чтении закона о деятельности неправительственных организаций и других. Карантин – не повод забывать о традициях и ценностях. Даже несмотря на сложные времена, можно окунуться в атмосферу светлого праздника и активно участвовать в посвященных ему мероприятиях. Онлайн, разумеется, но это лучше, чем ничего. Так, Национальная библиотека предлагает прочесть оцифрованные редкие книги о жизни Иисуса Христа, сборники псалмов и старинные экземпляры Евангелий. А Национальный этнографический музей предлагает детям и подросткам присылать свои подделки и рисунки пасхальной тематики на конкурс. Национальный музей этнографии не первый год устраивает пасхальные конкурсы для разных возрастов. И в этом году от красивой традиции отказываться не собирается. Карантин предлагается воспринимать как возможность взбодриться и вспомнить светлые традиции. Только так радость воскресенья будет в наших сердцах. Так конкурс и назвали. Радость воскресенья. Для ребят постарше, лицеистов, музей предлагает целые испытания. Из настоящего яйца создать произведение искусства. А именно, с помощью специального инструмента опустошить его и украсить традиционными узорами. Для детей на гимназии предлагаем два решения. Вся информация о том, как именно это делается, есть на сайте музея этнографии. Полученные работы следует сфотографировать и отправить снимок на страницу музея в фейсбуке или на электронный адрес конкурс собачка-музеу.мд. Награда будет ждать участников, а дипломы можно будет получить после отмены карантинных мер, как и призы за три первых места. Что это за призы, пока секрет. Для духовного развития самых взрослых членов семьи национальная библиотека предлагает к онлайн-просмотру коллекцию религиозных книг. Около 120 старинных богослужебных книг, а именно Евангелий, псалдыри, служебники, изгорники, песнопения 16-20 века. Сейчас, во время Пасхи, они могут быть полезны людям тем, чтобы узнавать жизни Иисуса Христа именно в последние моменты его жизни в неделе от вербной воскресения до распятия. Они были цифрованы, часть их находится в цифровой и национальной библиотеке Молдовика в открытом доступе. Книги и иные коллекционные религиозные документы являются частью выставки религиозных книг, относящихся к культурному наследию, которое носит название «Вначале было слово, и слово было у Бога». Выставка открылась в 2018 году. Ее организовали в сотрудничестве с церковью Святого Дмитрия, которая пожертвовала библиотеке церковные книги. Сейчас, когда люди находятся дома, самое лучшее время заняться чтением, прочитать все то, что хотели, но не успевали в обычные дни. Книжные магазины, конечно, закрыты, но теперь книги можно заказать онлайн. Их привезут прямо к порогу вашего дома. Представители подобных магазинов говорят, что продажи увеличились и наибольшим спросом пользуются настольные игры. Чтобы купить книгу онлайн, читатели могут зарегистрироваться на электронных страницах книжных магазинов или позвонить по телефону и оформить заказ. Менеджер одного из книжных магазинов говорит, что подобные заказы и раньше были обычным делом. Однако сейчас они увеличились практически вдвое. Примвалаа ааааааааааааа. Они комендуют очень много картины для детей, в первую очередь, для прескола, в активности, в тем, что они стоят очень много и они должны учить детей с чего-то. И, после чего, уже и второй вал, это говорит о лечении школы, для больших детей, и, уже пыринцы, стандык-то, чтобы они потратили время с помощью, потому что они не будут в зиле нормальные, чтобы они читают, они комендуют и для них что-то. Помимо книг, в магазинах можно купить и сопутствующие товары. К примеру, сейчас увеличились продажи школьных и офисных принадлежностей. В большом спросе сейчас и настольные игры для всей семьи. Однако, несмотря на увеличение количества онлайн-заказов, все же добиться продаж, какие были напрямую в книжных магазинах, невозможно. Как говорил американский писатель Фредерик Дуглас, как только ты научишься читать, ты будешь навсегда свободен. Так что сейчас самое время начать читать дома, и тогда весь мир будет открыт для вас. Бедные наши руки, вот уже больше месяца они испытывают на себе влияние всей таблицы Менделеева. Мы их чаще моем мылом, обрабатываем дезинфекторами, в составе которых чего только нет. Многие жалуются на сухость кожи, у кого-то есть высыпание и покраснение. Тем не менее, одеваться некуда, обрабатывать руки сейчас жизненно необходимо. Дерматологи советуют использовать санитайзеры пореже, только в тех случаях, когда нет доступа к мылу и горячей воде. И, конечно, наносить защитные кремы, чтобы избежать дерматитов и других неприятных последствий. Мыть руки в это время следует чаще. Это правда, говорят дерматологи. Но и меру нужно знать. Некоторые, поддавшись всеобщему психозу, используют санитайзеры по делу и без, а потом жалуются на состояние кожи. Экзагерат, что спалат у манилор, это не самый лучший фактор для пьера манилор. И, конечно, не струйте эта барьера защитная 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 пьера. Мало того, дезинфицирующие жидкости подходят далеко не всем. Частое использование санитайзеров может привести к контактному дерматиту. Но и в случае обработки рук водой с мылом есть свои нюансы, говорят специалисты. В первую очередь, не стоит делать это наспех. Дité. Синís, что струйте спалат ли, что струйте минуты. Придущее место, что струйте минуты. Репетам процедура. Манилор денег, это необходимо 26 лет, у нас есть несколько relocей. Придущее спало манилор. и в деду мари. И потом, я латерала. Любимое место бактерий – ногтевые пластины. Так что носительницам изящного маникюра следует уделять ногтям побольше внимания при мытье рук. Есть умение, что университеты, телефоны, очки, все аксессурии являются ремедией для аккумуляции микробов. Есть важный момент, что один этап для спала маникюра может быть спала плевого под углевого. Существует ли университет или нет, уже дешевле. Чтобы помочь кожу рук справиться с обрушившейся на нее таблицей Менделеева, дерматолог советует чаще прибегать к помощи защитных кремов. Существует ли университет крема на базе урея, на базе шеи, на базе календулы, на базе кокоса. По рекомендации ВОЗ, руки следует мыть после кашля или чихания, после посещения общественных мест, или в случае, если вы прикоснулись к поверхностям, на которых предположительно может быть вирус. Ну и естественно перед готовкой еды, до ее поглощения и сразу после. Процедура должна длиться не менее 20 секунд. Водореки Бык позеленели. Отснятая в одном из столичных районов видео облетела соцсети. Предположительно, всему виной прорыв магистрального трубопровода. Однако в Министерстве окружающей среды взялись проверить, что на самом деле стало причиной. Пробы воды отправили в лабораторию. Вода в реке позеленела в начале недели. Рядом проходит магистраль термоэлектрики. Его сотрудники не исключают, что это произошло из-за прорыва трубы. Термоэлектрика пояснили. Горячую воду для систем отопления обрабатывают с помощью вещества зеленого цвета. Они уверяют, что этот препарат совершенно безвреден. Уранина, которая подходит, которая подходит в 80 грамм на 1 тонна па, для того, чтобы дать полуаре, и скопы ей, это единственный, для того, чтобы получить скурзеры наше в режиме очень оперативно. Не очень много. То есть, мы все certificаты деконформизации, которые подтверждают, что данная не является toxicа, не аффективно, не аффективно, что они не могут быть медиумы. Так ли это, проверит Министерство сельского хозяйства и окружающей среды. Взятые на участке анализы отправлены в лабораторию. Для сравнения, воду в пробирку набрали и из той самой трубы. Если будет лабораторно доказано, что утечка из тепломагистрали нанесла вред экологии, термоэлектрика будет наказана. Результатов придется ждать около недели. Использовали медицинские маски не для защиты от вируса, а чтобы скрыть лица во время нападения. Трое неизвестных ворвались в дом к 57-летнему мужчине, избили его, забрали тысячу леев и сбежали. Инцидент произошел накануне вечером в одном из пригородов Бельц. Сейчас полицейские устанавливают личности и местонахождение преступников. Далее короткий обзор других происшествий. Пустые дороги расслабляют водителей. Накануне вечером при столкновении двух легковушек на пересечении бульвара Дичибала и улицы Трандафирилор пострадали двое детей трех и восьми лет и две женщины. 32-летняя мать малышей и 30-летняя владелица второго авто. Кто прав, кто виноват, установит следствие. Полиция просится не пренебрегать правилами дорожного движения, даже если улицы кажутся пустыми. Гражданин Молдовы был задержан пограничниками при попытке вывести из Украины в Молдову около 40 литров контрабандного коньяка. В документах было указано, что фура пересекает границу без груза, но у пограничников возникли сомнения. При более углубленном досмотре в полуприцепе был обнаружен тайник, в котором находились 26 полуторалитровых пластиковых бутылок с коньяком. Под акцизные товары были изъяты, а на имя водителя заведено уголовное дело. Разыскивается 76-летний житель Кишинева. Мужчина пропал без вести неделю назад. Он покинул свой дом на Петриканах и ушел в неизвестном направлении. Его поиски пока не дали результатов. По описанию родственников, мужчина ростом 165 сантиметров, среднего телосложения, седой, глаза карии. В последний раз был одет в черный пиджак, синие джинсы и черные ботинки. Пропавший страдает нарушениями памяти. Тем, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить 112. Молдавские правоохранители задержали гражданина Греции, которого подозревают в убийстве на территории своей страны. В момент ареста 46-летний подозреваемый находился в автосервисе в Дурлештах. Его доставили в бюро по миграции. Сейчас правоохранительные органы готовят пакет документов для экстрадиции подозреваемого в Грецию, где он предстанет перед судом. Если его признают виновным в совершении преступления, то он должен быть наказан в соответствии с законодательством своей страны. В мире тем временем продолжается рост числа зараженных уже более 2 миллионов человек. Все чаще критики подвергается Всемирная организация здравоохранения. А президент США, не единожды заявлявший о бездействии ВОЗ, даже принял решение приостановить финансирование организации. К слову сказать, Америка была крупнейшим спонсором ВОЗ. Только в прошлом году взнос составил 400 миллионов долларов. Пока американский лидер осуждает ВОЗ, он и сам подвергается критике. В частности, за утверждение о том, что решение о сроках открытия предприятий может принять только он. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Коума заявил, что готов оспорить в суде любой указ Дональда Трампа, предписывающий возобновить экономическую деятельность в штате на фоне пандемии, если это будет представлять угрозу для общественности. Ситуация напряженная. За сутки в США погибли 2200 человек. Число зараженных растет со скоростью лесного пожара. И у идеи полностью заморозить бизнес все больше сторонников. В России, напротив, вступились и за Всемирную организацию здравоохранения. Глава МИДа Сергей Лавров считает, что тему слишком политизирует, в то время как нареканий к действиям ВОЗ нет. И она помогает координировать действия властей стран мира по пресечению пандемии. В принципе, то, что делала ВОЗ и когда эти шаги были предприняты, хорошо известно. Такая статистика существует. Я думаю, любой, кто знакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что эта организация действовала эффективно. В России на данный момент около 25 тысяч зараженных, почти 2000 выздоровели и почти 200 погибли. Эксперты пытаются оценить ущерб из-за введенного карантина. Озабочены падением экономики и во Франции. Там, согласно прогнозу Минфина, ожидается снижение на 8%. Тем временем, в Италии первая маленькая победа. Впервые за месяц зафиксировано менее 3000 случаев заражения коронавирусом за сутки. Улучшается ситуация и в Иране. Там впервые за месяц за 24 часа скончалось менее 100 человек. Положительная динамика наблюдается и в Индии. Власти Дели намерены в ближайшее время смягчить ограничительные меры в стране. Карантин сорвал сбор урожая на чайных плантациях в регионах Асам и Дарджилинг. Согласно мнению специалистов, мировые поставки чая на ближайшие полгода могут оказаться под угрозой. А вот руководство Грузии продлит режим чрезвычайного положения до 10 мая. Ужесточают ограничения и в Сербии. Президент страны Александр Вучич заявил, что в связи с коронавирусом во время празднования Пасхи будет объявлен комендантский час. Согласно последним данным, общее число зараженных в мире перевалило за 2 миллиона человек. Зафиксировано более 126 тысяч летальных исходов от инфекции. Вылечилось по меньшей мере 484 тысячи пациентов. Всемирной организации здравоохранения приходится бороться не только с критикой, но и с мифами. А ими в буквальном смысле земля полнится. Что примечательно, чем история невероятнее, тем больше доверия вызывает. Так одни верят в чудодейственную силу кипятка. Другие утверждают, что прием внутрь крепкого алкоголя убьет вирус на корню. Третьим, что зараза может передаваться по радиоволнам. Всемирной организации здравоохранения пришлось выпустить релиз, в котором отрицается возможность заразиться посредством сети 5G или Wi-Fi. Слухи об этом активно раздуваются определенными сайтами, распространяющими ложную информацию. Там в псевдонаучных статьях проводятся параллели между пандемией и радиоволнами. В то же время специалисты ВОЗ отрицают, что температура свыше 25 градусов действует на вирус убийственно. Впрочем, и холод ему нипочем. Да и информация о том, что коронавирус – это на всю жизнь, тоже вымысел. Он лечится, как и любой другой вирус, поясняют в релизе ВОЗ. Тот факт, что вы легко можете задержать дыхание на 10 секунд, не означает, что вы не больны коронавирусом, продолжают развенчивать мифы эксперты. В последнее время не весь откуда взявшиеся упражнения многие восприняли как нечто более достоверное для постановки диагноза, чем лабораторные тесты. Ни чеснок килограммами, ни алкоголь внутрилитрами не убьют вирус в организме и не защитят от заражения. Напротив, злоупотребление чесноком может привести к нарушению работы пищеварительной системы, а алкоголь снижает иммунитет. Еще один миф – горячие ванны тоже не спасают, как и обработка рук горячим воздухом из электросушилок. А лампы с ультрафиолетом, если их использовать не по инструкции, могут нанести серьезный вред. Кстати, комары коронавирус не переносят. Это научный факт, как и то, что солевой раствор в нос не остановит инфекцию. Представители ВОЗ также напоминают – вакцины от пневмонии бессильны перед COVID-19. Это новый тип вируса. Ни вакцин, ни лекарств конкретно от этого вида нет. На их создание уйдет от нескольких месяцев до года. Лечат пока не коронавирус, а симптомы. Поднялась температура – сбивают. Заболела голова – назначают анальгетик. При осложнениях – подходящие случаи медикаменты. Антибиотики – бессильны коронавирусы, как и ко всем другим вирусам. Они предназначены для лечения бактериальных инфекций. И пить их без назначения врача – значит ударить по иммунитету, который именно в этот период должен быть на высоте, чтобы дать достойный отпор болезни. На сегодня это все. Развитие событий завтра, как обычно, в 12, 15, 18, 21 час. Берегите себя, соблюдайте меры безопасности и не болейте. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!